День с толком В Барнауле началась доследственная проверка по факту попытки похищения ребенка. Речь идет об инциденте, который произошел в начале недели на улице Приречная. Восьмилетний мальчик приходил дорогу, как вдруг его схватили мужчины и затащили в машину. Сейчас почему там бежит? Останавливай. Угу. Следователи предварительно установили, что похитить ребенка пыталась его мать вместе со своим знакомым. В самой машине женщины не было. На похищение сразу среагировали прохожие. По словам очевидцев, они заблокировали проезд и не дали увезти ребенка. Добавим, что мальчик постоянно проживает со своим отцом. Ребенок постоянно со мной живет уже несколько лет. По адресу Приречная, 5. Значит, у нас идет судебный спор относительно его местожилица. Но каких-либо решений суда, вступивших в законную силу в настоящее время, нет. Трое мужчин взрослых, которые не являются законным представителем, напугали ребенка, насильно затащили его в машину и попытались увезти его в неизвестном направлении. Машина-то не смогла уехать из-за вот этого КАМАЗа. Ну и получилось так, что никуда этот ребенок, никуда его не смогли увезти. Ну а дальше мы, кто-то из соседей вызвал полицию, мы дождались. И дальше они проследовали в отделении, видимо. Следкоме накануне сообщили, что в ходе проверки будет дана юридическая оценка действия матери на предмет состава преступления, предусмотренного статьей «Незаконное лишение свободы». Также известно, что прокурор Края Антон Герман поставил на личный контроль результата доследственной проверки. Меня знаете, что возмущает? Появилась в средствах массовой информации информация о том, что Следственный комитет занимается этим вопросом, но до сих пор ни я, ни мой сын, ни основные свидетели, которые мне сейчас хорошо известны, никто не был опрошен. То есть я действительно опасаюсь, что к этому делу подойдут исключительно с формальной стороны. Продавца тура на Камчатский вулкан, где погиб алтайский турист, арестовали на два месяца в ходе судебного разбирательства. Ему вменяют две уголовные статьи, одна из которых об оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерти двух и более лиц. Трагедия на Ключевской сопке произошла 3 сентября. На вулкане погибли 9 человек, в том числе алтайский турист из Камня-на-Аби. Еще трое пострадали. Среди выживших – гид из Барнаула Иван Алабугин. Его госпитализировали с обморожением конечностей, но сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. По версии следствия, количество гидов в группе не соответствовало числу альпинистов-любителей. Заключенный под стражу Андрей Степанов пробудет в СИЗО до 2 ноября. Кроме того, предпринимателя конвоируют на Камчатку, где ведется разбирательство по делу. В Алтайском крае начинает свою работу избирательная комиссия. Выборы, которые состоят с 11 сентября, привлекают много внимания. Об этом сегодня журналистам рассказали в информационном центре «Выборы-22». Слово передаю Дмитрию Дроздову. Официальный старт выборов депутатов в Барнаульскую городскую думу дан. Сегодняшнего дня начинает свою работу избирательная комиссия и информационный центр «Выборы-22». Он находится здесь, в правительстве края. Это место, куда будет стекаться вся информация по проголосовавшим, по географии, активности выборов и, конечно, по нарушениям. Если вы не журналист, то для вас будет работать горячая линия по телефону 36-30-62. Там вы можете получить всю необходимую информацию и подать заявку на нарушение. Сколько звонят на горячую линию, не назвали. Но в этот раз поток должен быть едва ли неактивнее. Муниципальные выборы в Алтайском крае – самые масштабные в стране. В розыгрыше 5 554 депутатских мандата. Городских из них 949. Нам предстоит выбрать наших представителей в городах и муниципалитетах края. Достаточно большое количество потенциальных участников имели право принимать участие в выборах. По тем данным, которые были представлены в адрес избирательной комиссии Алтайского края, на самом старте выборов 29 политических партий. И по данным нашего краевого управления Минюста Российской Федерации по Алтайскому краю, 22 региональных отделения политических партий в Алтайском крае вправе были выдвигать кандидатов при проведении выборов в органы местного самоуправления. Отметим, что 6 политических партий пользовались льготой выдвижения кандидатов. Без сбора подписей. После анализа избирательной комиссии в списке кандидатов осталось 10 партий. Ряд из них в более активном режиме, то есть практически на каждый депутатский мандат вакантный и практически в каждом муниципальном образовании. Безопасность и честность – одна из главных составляющих выборов. Больше чем на 100 избирательных участках будут стоять комплексы обработки бюллетеней. Почти полторы тысячи участков будут применять технологию изготовления протоколов с машиночитаемым QR-кодом. И почти на всех точках будут стоять металлодетекторы. А в центре общественных наблюдателей за порядком будут следить 1310 человек. А если будут спорные моменты в ходе голосования, то решать их будет специальная группа – юрист, политолог и специалист в сфере избирательного процесса. Работы должно быть много. В крае зарегистрирован 1 миллион 800 тысяч избирателей. По прогнозам избиркома 92% из них смогут принять участие в выборах. Но судя по проведенным фокус-группам Алтайского центра политконсалтинга, всегда и обязательно ходят на выборы примерно 25% жителей. У нас нет никаких сомнений, что избирательная комиссия Алтайского края создадут все условия для избирателей, чтобы они могли свободно, спокойно, честно прийти и отдать свой голос за соответствующего кандидата. Единый день голосования 11 сентября. Но в Барнауле выборы будут идти три дня – 9, 10 и 11 числа. Здесь участки откроются уже завтра в 8 утра. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. В 10 школах края не успели закончить капремонт к новому учебному году. Причиной неудобств стали недобросовестные подрядчики, сорвавшие сроки сдачи объектов. Об этом рассказала замминистра образования и науки региона Лариса Терновая. Всего в этом году капитально ремонтировали 90 школ. 47 из них по краевой адресной инвест-программе, остальные по федеральной программе модернизации школьных систем образования. В рамках второй затратили больше 2 миллиардов рублей. Однако в стенах 10 школ региона вместо учебного процесса сегодня продолжают работу. Все абсолютно дети этих школ приступили к обучению 1 сентября. Форматы разные. Это и приспособленные помещения, и есть у нас один муниципалитет, где действительно дети в течение нескольких недель будут обучаться в дистанционном формате. Но при всем при том, за вот этим конкретно вопросом осуществлен всесторонний контроль. По словам Терновой, несмотря на небольшую задержку, родители готовы ждать и рады тому, что дети будут обучаться в совершенно других условиях. В сентября в школах начали действовать новые образовательные стандарты. По ним из расписания исключили такие дисциплины, как второй иностранный язык, родной язык и родная литература. Высвободившиеся часы отданы под другие, более важные на взгляд разработчиков дисциплины. Такие изменения призваны повысить качество школьного образования. Им, по данным разных социологических опросов, недовольны 40% родителей в стране. Почему и как это исправить, обсудили участники дискуссионного клуба «Точка зрения», который организовала сибирская медиагруппа. В целом на троечку оценили качество школьного образования участники дискуссии. До отметки «отлично», говорят, в системе нужно меняться. Правда, не такими скорыми темпами, как это происходит с ее содержанием. Водят то одни, то другие дисциплины. При этом нагрузка на детей, сетуют родители, в целом меньше не стала. Но их предложение вычеркнуть, и школьного расписания часть предметов педагоги не поддержали. Говорить о том, что очень много в школе ненужных предметов, я не могу, поскольку дети настолько разные обучаются. Кому-то нужна математика, кому-то нужна физика, кто-то будет филологом, кто-то будет географом. И сужать круг изучаемых предметов мы не имеем права. Профессиональное сообщество предлагает менять не содержание образования, а изменить подходы к обучению. Виртуальные очки, чтобы были, компьютер у каждого, ну и так далее. То есть это вот такая вот реалия сегодняшнего дня, в которой живут дети после школы. Они берут телефон, и мир на ладошке у них. Вот хотелось бы, чтобы мир на ладошке был и в классе тоже. К сожалению, сегодня школа несколько отстает от этого. Для перехода к современным форматам обучения нужно не только инновационное оборудование, но и педагоги-новаторы. А с этим часто беда, говорят родители. По их мнению, многие учителя-пенсионеры. Просто дорабатывают в школе, молодые специалисты некомпетентны. В пятом классе начался шалтай-болтай, смена учителей, какие-то девочки из института, которые сами ничего не знают, пишут с ошибками, исправляют правильно на неправильно. Я говорю, так, ребят, так не пойдет. Давайте что-то делать. Мне сказали, учителей в городе нет, терпите. Дефицит учителей – то ли проблема счета, то ли качественная беда управления. Но без ее решения школьное образование лучше не станет, убеждены эксперты. Они подчеркивают, нужно срочно поднимать престиж профессии. Мало уважения в обществе, пока так это есть. Это есть проблема, ее все озвучивают. И я считаю, что надо статус учителя поднимать. Должны быть уровни зарплаты. У них такие же, наверное, как в частных школах. Инструменты, бюджеты у директоров должны быть сопоставимые. Тотальное выгорание, именно психологическое, вот это вот моральное выгорание педагогов, я думаю, директора это подтвердят. То, что у них уже не остается сил из-за кучи заполнения бумаг, которые, ну вот, педагоги скажут, что они никому не нужны. Они нужны только проверяющим инстанциям. И в высшей школе мы тоже с этим сталкиваемся. И вот больше внимания тогда детям, и больше внимания самим тогда педагогам, вот именно поддержка, что они видят, что в них заинтересованы. В последние десятилетия, говорят участники клуба, статус учителя опустился почти до уровня обслуживающего персонала. И все же это исправить несложно. Главное, зарплаты учителям повышать не на словах, а на деле. А статус и, как следствие, его качество образования – дело наживное, резюмируют эксперты. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. Не хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Так отзываются о новом жилом квартале Барнаула, который, по словам главы города, нужно ставить в пример. Почему такие кварталы нужно тиражировать, и как там будут решать вопрос с детским садом, расскажем в сюжете. Современные дома, детские и спортивные площадки – все это выросло в буквальном смысле в поле. Строительство квартала 2038 в индустриальном районе началось в 2018 году. Здесь рождается новый Барнаул. Это принципиально новый Барнаул. Здесь очень хорошо работали архитекторы. Ну и понятно все вопросы – и благоустройство, и квартирография. Значит, все рассчитано на то, чтобы создать максимально комфортную среду для того, чтобы люди здесь жили. По проекту здесь предусмотрены не только жилые дома, многоярусная стоянка, но и детский сад на 330 мест. Его наличие для многих жителей – вопрос принципиальный. Ведь возить детей ранним утром на другой конец города – не лучшая перспектива. Застройщик уже провел необходимые работы для возведения здания. Всего на строительство детского сада выделено 350 миллионов рублей. Я бы хотел сказать огромное спасибо Виктору Петровичу Томенко, нашему губернатору. И сегодня финансируется 80% из краевого бюджета и 20% из городского. Федеральной программы здесь нет, и правительство Алтайского края мы видим практически взяло на себя финансирование. Все жители новостроек, которые покупают здесь квартиры, задают один вопрос. Почему строительство социальных объектов отстает, строительство садиков, школ от сдачи домов? На данный момент мы как раз ярким примером показываем, что все меняется, ситуация меняется. И социальные объекты сейчас сдаются примерно в то же время, когда сдаются дома. Добавим, квартал рассчитан для проживания порядка 5000 человек. Кстати, в перспективе, по словам застройщика, эти дома должны еще стать и лицом города при въезде с аэропорта. Людей, которые обращаются в поликлинику с коронавирусом, стало втрое больше. Глава региона Виктор Томенко оценил ситуацию в крае как нестабильную. Об этом он сообщил в рамках Восточного экономического форума. Сейчас в Алтайском крае работают 8 ковидных госпиталей, в них примерно 611 коек. Сейчас заболевание протекает в довольно легкой форме, поэтому губернатор подчеркнул, что основная нагрузка ложится на медиков в поликлиниках. Сейчас за день, по сравнению с концом июля, в поликлиники приходят в среднем 2200 пациентов. Порядка 20 главврачей не хватает медицинским учреждениям края, в основном в сельской местности. Такую статистику озвучил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. А ведь именно главврачи отвечают за комплектование медицинских кадров в больнице или поликлинике, за снижение смертности, а еще они обязаны быть хорошими хозяйственниками. Как в крае пытаются решить проблему дефицита управленческих медицинских кадров, расскажет Татьяна Голубева. С 70-х-80-х годов прошлого века задачи руководителей медучреждений сильно поменялись. Интенсивность работы возросла многократно. Им приходится решать не только финансово-хозяйственные задачи, но и, пожалуй, основную сейчас нехватку медицинских кадров. Деньгами ты их не удержишь, должны быть определенные компетенции, развитие этого молодого специалиста. Ты должен как руководитель ему это представить. На примере, например, той же хирургической службы, то есть межрайонная больница, есть определенное оборудование, доскопические операции. Людям интересно развиваться в своей профессии. Развивать и обучать руководящий состав тоже задача не из легких. Сейчас на базе алтайского филиала Ранхикс по запросу Минздрава региона обучаются руководители 15 медучреждений, в основном представители ЦРБ. С мая они занимаются очно и дистанционно. Лекции им читают как педагоги академии, так и специалисты Минздрава. Сегодня, например, министр здравоохранения. Мы уже практически здесь три месяца проходим обучение, и тот фундамент мы уже используем. Допустим, кадровые вопросы. Опять же, мы не знали, как составить те или иные трудовые соглашения. Потому что кадровики, вот как я пришел, я понял, что кадровики слабоваты. Пришлось, конечно, поменять кадровую службу. Сейчас у меня этих проблем нет. Нам необходимо найти того самого главного врача, который сможет. Ведь не просто назначить, главное, чтобы он не сделал хуже в этой медицинской организации. И здесь перед нами стоит выбор найти того самого подготовленного врача, который сможет правильно организовать работу. Чтобы не развалилось оставшиеся, не разбежались. Как нам сообщили сегодня, учеба продлится до ноября. Но многие слушатели лекции из исполняющих обязанностей уже перешли в разряд назначенных главврачей. Правда, говорят, совмещать финансово-хозяйственную деятельность с другими все же сложновато. Ведь и пациенты порой требуют внимания от главных врачей. Но чем-то приходится жертвовать. И в этом случае личным временем. Работе приходится посвящать порой до 12 часов в сутки. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. 125 лет на страже здоровья стоит Краевая больница скорой медицинской помощи. Или, как ее называют в народе, Первая горка. В этом году старинное медицинское учреждение отмечает свой юбилей. В круглой дате в библиотеке имени Шишкова открылась выставка, посвященная истории больницы. Ее посетила Валентина Аскерова, а заодно узнала, что такое синдром горбольницы. Книги, статьи, фотоколлективов, уникальные медицинские предметы из прошлого. Экстренная помощь в центре Барнаула появилась в конце 19 века. С силом к созданию общедоступной больницы послужила вспышка холеры. С этого времени медучреждение начало развиваться и оказывать неотложную помощь каждому нуждающемуся. И несмотря на круглосуточную изнурительную работу, врачи считают эти стены своим родным домом. Будучи молодым врачом, меня пригласили работать в другую больницу. Ну, я пришел на беседу с главным врачом Владимиром Алексеевичем Пелегинчиком. Он так улыбается, и мне говорит, а ты переживешь синдром? Я говорю, а какой синдром? Он говорит, синдром горбольницы. Я говорю, а что такое существует? Он говорит, да. Я говорю, тебе отпускаю, иди работай, ну смотри. Ну, через пять дней я вернулся в больницу обратно. Этих вернувшихся немало. Поколения врачей вновь и вновь выбирали местом работы или служения первую горку. Место, где первыми принимают экстренных больных и где постоянный поток пациентов. Работы много, почти всегда нервная. Но за коркой черствости и цинизма медиков прячется человеколюбие. У хирургического отделения в этом году свой юбилей. 115 лет со дня открытия. Больше, чем за век, продвинулись технологии лечения. К специалистам предъявляют все больше требований. Вес ответственности облегчает искренняя благодарность пациентов. Недавний молодой человек, который получил серьезную травму печени в результате автодорожной катастрофы. И в несколько этапов его пришлось оперировать. И в конце концов мы пришли к положительному результату. И пришла его мама, и она плакала и говорила спасибо. Но такие случаи, конечно, они бывали. Это руки хирургов золотые или какие-то передовые технологии помогают, оборудование? Это комплекс. Передовое оборудование профессиональные врачи. Но рабочих рук зачастую не хватает. Укомплектованность нейрохирургами всего 38%. Самая катастрофическая ситуация у отделения реанимации. Работают 18 человек. И это при том, что нужно минимум 60. К сожалению, медики больницы отмечают, что престиж профессии падает. Однако те, кто идет в медицину, предан ей так же, как и 125 лет назад. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Бранауле проходит необычная выставка постиндустриального искусства. Фигура с платком и тестом, электрощиток с ветками березы, глич-арт. И это еще не все, что можно увидеть на креативном пространстве площадки, который выбрали бывший хлебозавод. О концепции современного искусства расскажет Ольга Иванова. Человеческий фактор. Именно так называется выставочный исследовательский проект. Постиндустриальное искусство нестандартно и понятно не сразу. Этот экспонат о женщине, которая хранит проблемы в себе. То, что накрыто платком, это какие-то мрачные тайны, которые обычно женщины хранят и никому не рассказывают о том, если что-то плохое происходит в семье. Есть такая традиция набросить в платок и забыть об этом, и сконцентрироваться на хорошем. Человеческий фактор проходит в рамках проекта «Кластер современного искусства под углом» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Здесь работают 20 художников из Барнаула, Томска, Тюмени и Красноярска. Площадкой современного искусства выбрали бывший хлебозавод. Это не случайно здание выбрали. Оно имеет очень большую историческую ценность. И, в принципе, для нас важно создавать площадки, которые в первую очередь будут ближе к молодежи, которая занимается современным творчеством. Организаторы не спорят. Философию человеческого фактора каждый определит сам. Но главное здесь – показать большое художественное исследование. Например, показать культурный слой жителей через перчатки. Или через электрокоробку рассказать о власти этой стихии в городе. По словам куратора выставки, Барнаул сейчас в переходном состоянии от города-завода к городу-после завода. Во всей его истории есть современное искусство. И вот как раз я, организатор выставки, мы хотели показать городу Барнаулу, как много здесь интересных, мыслящих и оригинальных художников, которые живут в современном мире и реагируют на изменения в нем. Поэтому вся эта выставка называется «Человеческий фактор». И, по сути, она посвящена человеческому влиянию и взаимовлиянию на человека. Как город, природа находятся в отношениях. Ну, и экономика, естественно, тоже. Поскольку это постиндустриальная выставка о постиндустриальных проблемах нашего общества. И эта площадка – только начало создания в Алтайском крае креативного пространства для общения молодежи, которая занимается современным, в том числе альтернативным видом искусства, познакомиться с которым можно до конца недели. Ольга Иванова, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...